В здании Тверского государственного технического университета прошло открытие выставки «Бессрока давности». Она позвящена годом оккупации территории Советского Союза во время Великой Отечественной войны и испытаниями, которые выпали на долю мирного населения нашей Родины. Тем продолжит наш корреспондент. Исторические факты, фотографии времен Великой Отечественной войны. Все это представлено на стендах выставки «Бессрока давности». Проект реализовывается в регионах России, которые во время войны затронула немецко-фашистская оккупация. В Калининской области под частичной или полной оккупацией врага находилось 16 районов. В Бельске, Западнодвинске, Торопецкие районы немецко-фашистские войска вступили в июле 1941 года. Жители этих территорий пережили самую длительную оккупацию почти 20 месяцев. Днем полного изгнания оккупантов из Верхневолжья считается 10 марта 1943 года, когда советские войска освободили город Белый. Есть такое свойство у человека – это память. И мы с вами ею обладаем. И память эта должна строиться на достоверных сведениях. Вот эта выставка – это прямое, скажем так, направленное действие на сохранение памяти о наших с вами земляках, тех людях, которые жили на территории нашей области. Выставка без срока давности проходит во многих регионах России. Основные посетители – молодое поколение, потому что именно они должны знать, через какие ужасы и испытания пришлось пройти советскому народу во время Великой Отечественной войны. В период цифровизации, когда все студенты сидят в телефонах, собирают лайки, просмотры, смотрят новостные ленты, влюбляются, ищут работу, пытаются сдать сессию на хорошие оценки. Наверное, нужно хотя бы на минуту остановиться и подумать о тех, благодаря кому победа 1945 года была совершена. В Тверской области исследовательскую работу в этой области провела преподаватель ТВГТУ, кандидат исторических наук Любовь Балокина. Она стала соавтором книги «Преступления нацистов и их пособников» на территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны Тверская область. На выставке состоялась презентация этого издания. Его цель этого проекта — осветить жизнь именно мирного населения. В первую очередь жертвы. Жертвы среди совершенно невинных, безоружных, беззащитных людей. В рамках проекта «Без срока давности» создано 20 книжных томов, содержащих большое число информации о жизни людей во время оккупации. Для их написания использовались как рассказы очевидцев, так и многие документальные подтверждения. Проект «Без срока давности» реализуется с 2018 года активистами общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества — поисковое движение России. А реализация проекта проходит по трем направлениям — архивно-исследовательское, поисковое и просветительское.